Так, коллеги, все, я думаю, что можно начинать. Трансляция идет. Я приветствую вас на семинаре центра. И сегодня наш спикер Дмитрий Макаров, спикер Дмитрий Макаров из Октического университета расскажет про интерференцию Хонгова-Манделя и перепутывание фотонов в светоделителях из связанных волноводов. Дмитрий, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Да, я расскажу вам, как бы, мой доклад будет в общении, по сути, нескольких статей, пяти статей, которые были написаны в ближайшее время, то есть это 20-21 годы. Дмитрий, пожалуйста, а у вас сейчас идет экран в режиме демонстратора, а вы, может быть, в полный экран сможете переключиться? Там вот такие три точки нажать, чтобы не режим демонстратора, а режим докладчика, да, вот, скрыть режим докладчика, если здесь нажать. Да так тоже нормально. Нет, ну вот, сейчас как-то лучше, да. Полный? Сейчас видно что-то, да? А, нет, да, сейчас отдельно про слайды. Еще раз демонстрацию запустите. С5 или что-нибудь такое. Слайдшоу. Так, презентацию не видно, да, сейчас? Сейчас презентация видна, но не в режиме, не в полном экране. А, не в полном экране, сейчас, да, тут что-то. Сейчас, а если вверху, вот, где слайдшоу, просто нажать? Ну, в общем, можно и так, в принципе, если у вас там анимации нет. Анимации нет. Ну, все, давай, оставьте так, да, давайте продолжаем. Разворачивается почему-то. До этого развернулось, сейчас почему-то нет. Странно. Ну, ладно, ничего страшного, давайте. Да, я расскажу о Хонкоу-Мандале интерференции и квантовой запутности фотонов на светоделителе в виде связанных волноводов. В целом, Хонкоу-Мандале эффект хорошо изучен на стандартных светоделителях. Это светоделители типа призматических, то есть кубический светоделитель. Там никаких таких особенностей, ну, во всяком случае, я не видел. Здесь вот я постараюсь показать и рассказать о том, что на светоделителе в виде связанных волноводов не все так просто. В этих светоделителях необходимо учитывать так называемую частотную зависимость. То есть коэффициенты прохождения и отражения в этого светоделителя, они, можно сказать, резонансно зависят от частот входящих фотонов. И из-за этого предоизменяются многие, скажем так, и в линии эффекты. Перейду к некоторым такому как бы сначала видению. То есть я расскажу сначала вообще, что, как обычно строится теория светоделителя. И потом перейду плавно на уже теорию светоделителя в виде связанных волноводов для того, чтобы была понятна постановка целей и проблематика решаемая. Так вот, обычно светоделитель – это кубический светоделитель, состоящий из призм. Вот, здесь все понятно. У нас пучок света падает на одну из граней, и этот пучок расщепляется на два пучка. Расщепление может быть различное, как 50 на 50, то есть половину на половину, так и различное. То есть в зависимости от того, что нам требуется, такие светоделители могут быть изготовлены. Ну, в теории вообще классического, в теории светоделителей, если считать мы, что исследуем классические пучки, то достаточно изучать, рассматривать пучок один. То есть не два входящих, не три входящих пучка, а всего достаточно изучать один входящий пучок и как он расщепляется. В квантовой оптике хорошо известно, что изучать один пучок нельзя, то есть необходимо рассматривать более двух входящих портов, ну, минимально это два. Вот, ну, это связано с тем, что каждый из порт может, даже если на него не подается никаких фотонов, может давать влияние при расщеплении. Ну, здесь это указано. Вот светоделитель изучается в квантовой оптике таким образом, то есть минимально это два входящих пучка, и, соответственно, на выходе мы имеем какие-то другие пучки. Теория светоделителя. Как она, стандартная теория светоделителя, строится? Ну, допустим, я рассмотрю вот такой вот светоделитель кубический, и А1, А2 – это будут операторы уничтожения первого и второго пучка, соответственно. И на выходе мы имеем B1, B2 – это операторы также уничтожения, рождение операторов уничтожения первого и второго пучка. – Дмитрий, простите, пожалуйста, я просто не удержусь. А вы управляете термин пучки – это осмысленно или имеется в виду моды? – Моды. Правильно говорить моды? Да, безусловно, правильно говорить моды. Пучки – это классическое, наверное, уже такое представление. Все правильно. Мода – это более правильно, более корректно. Так вот, хорошо известно, что светоделитель описывает с такой формулой 1. То есть вот B1, B2 на выходе имеется. У нас есть UBS – это матрица светоделителя. И вот здесь вот стоит А1, А2 – это, соответственно, входящий оператор. Это теория светоделителя хорошо и разработана, известно. Вот, допустим, она хорошо представлена в работах 1, 2, 3. И здесь, в общем-то, никаких проблем нет. Часто можно увидеть в некоторой литературе, Фи, вот эту фазу заменяют на Пи пополам. Соответственно, здесь будет стоять вместо Е в степени Ефи И, а здесь вместо минус Е в степени Ефи тоже И. То есть это тоже правильно. То есть используются разные представления. Но вот это представление, оно общее. В этом представлении у нас в целом два независимых параметра. Это R или T. Они связаны с соотношением R плюс T равняется единичкой. И Фи – это два независимых параметра. В квантовой оптике обычно считаются вот эти вот параметры постоянные, R и T. То есть все зависит от того, какую издачу мы изучаем. То есть эти параметры можно настроить. Ну, допустим, эффект Хонкоу Мандаля. Можно настроить 50 на 50 и изучать этот эффект. Хотя даже для пресматических вот таких вот и кубических светоделителей известно, что эти коэффициенты, они в целом зависят от частот входящих фотонов. И эту зависимость, в общем-то, можно достаточно просто рассчитать. Ну, допустим, простейший случай, как можно это сделать? Как это можно сделать? Рассмотреть у нас две среды с показателем преломления N1, N2. Здесь у нас первый пучок входящий, этот отражен, а этот прошедший пучок. Соответственно, здесь у нас есть угол падения, угол преломления. Это хорошо известные выражения из классической оптики. Коэффициент отражения, допустим, если Е перпендикулярно ориентирован на плоскости вот этого рисунка, а здесь параллельно плоскости рисунка, используя законы Селениуса для падающего и прошедшего пучка, связанные с показателем преломления. И можно достаточно просто найти коэффициент отражения, как функция длины волны падающего пучка. Здесь я в данном случае уберу пучок, потому что все-таки это классическое рассмотрение. Вот, это достаточно хорошо известно всем. Ну, допустим, для некоторого призматического светоделителя, я нашел просто в интернете, 50 на 50, это не полиализационный световой светоделитель, работает в длинах от 400 до 700 нанометров. Вот такие вот характеристики его. То есть это коэффициент отражения сверху, а снизу коэффициент прохождения. Ну, понятно, что здесь нет идеального такого отражения и прохождения, чтобы можно было прямо настроить 50 на 50, есть некоторая погрешность. Ну, в целом, все это можно сделать. И вот эти коэффициенты, они зависят от длин волн. Видно, что эти зависимости, они не имеют каких-либо резонансных, резонансного вида, то есть это достаточно гладкие, прямые. Соответственно, если мы выбираем какую-то длину волны, то без проблем можно настроить 50 на 50. Дальше я, далее я перейду к светоделителям уже в виде связанных волноводов. Эти светоделители, связанные волноводы в виде светоделителей, стали использовать, ну, наверное, не так давно, как кубические призматические светоделители. В чем суть? То есть берется, самый простой вариант, берется два волновода, они объединяются, то есть они сближаются настолько близко, чтобы взаимодействие фотонов или мод оказывало влияние уже на следующий светоделитель. То есть они должны как бы перекрываться. Соответственно, в зависимости от того, каким образом мы будем сближать, то есть объединять эти светоделители, такой у нас и будет получаться на выходе результат. Хорошо известно, что теория волноводов также хорошо достаточно разработана. Вот как итог, я здесь представлю некоторые уравнения. Вот здесь с помощью этих уравнений как раз можно описать, что у нас есть на выходе. Вот, допустим, здесь у нас всего 2 моды рассматриваются, 1,2, ну, и они как-то эволюционируют. То есть они зависят от параметра Z. Z – это расстояние, вот если вот здесь вот мы рассмотрим, Z – это расстояние как раз объединенное расстояние, можно так сказать, по оси распространения данной моды, ну, или данного пучка. Вот здесь вот коэффициенты, вот это коэффициент связи двух волноводов, К1 и К2-1, они обычно равны единичке. Вот эти вот коэффициенты – это собственные коэффициенты, связанные с распространением модов данной волноводия. Ну, и используя, допустим, то, что все-таки у нас вероятность количества фотонов, вошедших и вышедших, должно быть одинаковое, то есть неизменяемое в зависимости от того, как они двигаются. То есть вот такие вот уравнения. У них хорошо известно, решая их, мы находим. Простейший вариант. Решение, вот это, наверное, один из самых используемых, то есть рассматривается гамильтаниан в таком виде, то есть если смотреть на это уравнение, то есть это какой-то коэффициент бета, здесь бета, и вот это коэффициент связи С. То есть это гамильтаниан взаимодействия. Решение также хорошо известно. Матрица светоделителя, она будет выглядеть вот таким образом. Например, можно это увидеть в работе 6. Коэффициент отражения будет в таком виде. То есть это синус квадрат СЗ. З это как раз длина связи вот этого волновода. С это некоторая связывающая константа связи, то есть первая и вторая волновода. Как можно увидеть отсюда, что здесь нету зависимости какой-то от длин волн. И это, ну, вот здесь вот есть некоторое отличие от кубического светоделителя, то есть то, что мы принято использовать. Хотя интуитивно понятно, что зависимость, наверное, какая-то должна быть, потому что она есть в кубических и других светоделителях. Поэтому в данном случае хорошо бы определить вот эту вот зависимость от частот. Как это сделать? Ну, если рассматривать кубический светоделитель стандартный, то там, конечно, есть физика какая-то взаимодействия, то есть там есть показатели преломления. За счет этого, соответственно, получается светоделитель и зависимость от длин волн. Каким же образом здесь можно рассмотреть? То есть будем рассмотреть... Теперь я переведу уже непосредственно к рассмотрению вот этой задачи. То есть каким образом можно получить зависимость коэффициента отражения от длин волн для светоделителя в виде связанных волноводов. Как ни странно, таких исследований, ну, во всяком случае, я не встречал, хотя можно найти достаточно много исследований, но это в основном они относятся не к светоделителю, а к различным взаимодействиям мод в полостях различных. То есть там действительно можно наблюдать какие-то частотные зависимости, но вот именно исследований для светоделителя я не встречал. Вот. Рассмотрил такой вот светоделитель. То есть у нас будет входящее состояние, выходящее состояние, соответственно, здесь детектор D1, D2. Ну, это вот такое вот представление 3D, это под A, а под B это 2D. Такое вот принятое, наверное, обозначение. Вот. Рассмотрим. Для того, чтобы рассмотреть, нам нужно, в общем-то, рассмотреть, ну, скажем так, с самого начала, нужно рассмотреть взаимодействие вот этих вот мод, которые сюда подаются с, по сути дела, с веществом, из которого состоит данный полновод в области взаимодействия. То есть нужно двигаться с самого начала. Для этого мы рассмотрим уравнение Шрёдингера, нестационарное, где здесь время, это как раз время взаимодействия вот этих вот мод в области объединения. То есть время, по сути дела, можно считать, это T равняется Z, делить на V. V это скорость распространения ВОЛК, ну, или моды, светоделители. Вот. Конечно, это уравнение достаточно сложное. Здесь суммирование ведется абсолютно по всем электронам данной системы. То есть, по сути, это такое очень сложное уравнение Шрёдинга, а не стационарное. Вот это вот, это потенциал, в котором находятся электроны, атомные электроны. А это как раз тот самый вектор потенциал, с которым взаимодействуют электроны первой и второй моды. Вот здесь вот он в виде сумм представлен. А Ш1, Ш2 – это как раз гамильданьян, вот эти вот первой и второй моды. Понятно, что, далее я буду рассматривать уже все в атомных системах единиц. Понятно, что вот эту систему уравнений точно решить невозможно. То есть, она очень сложная, и тут точно даже можно не пытаться решить ее. Но здесь можно сделать некоторые упрощения. То есть, во всяком случае, взаимодействие между, некоторые взаимодействия можно упростить. Какие именно? То есть, если считать, что мы рассматриваем частоты в этих модах достаточно близкие, то есть омега-1 приблизительно умеется омега-2, так что разность этих мод во много раз меньше, чем разность частот во много раз меньше, чем длина сама частота. То есть, делаем такое приближение, и после чего, если мы не будем учитывать различные неупругие процессы, которые могут идти при взаимодействии вот этих вот мод с электронными атомами, то можно в целом представить волновую функцию фотонов, ну или мод, правильно сказать, вот в таком виде. То есть, это не стационарно. HBS – это будет гемилитаниан светоделителя в новых переменных. То есть, там можно его диагонализовать, и это сделано в работе 7-8. Показано, кем образом это можно сделать. Вот. Для чего это я здесь выписываю? Ну, потому что вот это, по сути, если вот до этого довести, вот это вот уровне, то здесь уже дело техники. То есть, уже намного проще все двигаться дальше. То есть, здесь выписаны все коэффициенты, которые есть. То есть, дальше просто-напросто нам необходимо теперь найти непосредственно вот эти вот операторы уничтожения. То есть, хорошо известно, да, чтобы найти, каким образом у нас по времени, скажем так, революционирует вот этот оператор. Нужно совершить вот эту операцию над оператором уничтожения, и мы получим как раз на выходе наш оператор БАИТе. То есть, если вот, используя вот эти вот выражения 6, это можно проделать все строго в аналитическом виде. Это вот тоже в работах 7, 8 показано. И в итоге мы получим как раз в точностью те выражения, которые я покажу для соответствующей матрицы светоделителя УБС. Вот. Ну, и, соответственно, Б1, Б2 будет выражаться таким образом. То есть, оно все соответствует тому, что было получено ранее, но только лишь используя, скажем так, общие такие вот выражения, где Т и Р не вкладывалось никакой физики. То есть, там не рассматривалась физика. В данном случае уже мы рассмотрели эту физику, и мы получили вот эти вот коэффициенты уже в аналитическом виде. Допустим, коэффициент Р, он выражается вот в таком виде. Т, ну, понятно, не связано с Р вот таким образом. Фаза, она вот таким вот образом связана. И здесь есть достаточно важный параметр, это эпсила. Он равняется разности частот делить на омега. Омега – это вот такой вот параметр. Н здесь – это некоторое число электронов, эффективно взаимодействующие одновременно с двумя модулями. То есть, такое понятие вводится. В – это некоторый объем квантования. Вот. То есть, мы получили в аналитическом виде вот эти вот коэффициенты. Что интересно здесь? Хорошо сравнить полученные выражения с тем, что было ранее сделано. Ну, для этого нужно что сделать? Для этого нужно в первую очередь нам посмотреть некоторые предельные случаи этого выражения. Будем считать эпсилон равно нулю. То есть, полностью монохроматические фотоны. Омега-1 равняется омега-2. То есть, фотоны полностью монохроматические и идентичны. То есть, омега-1 равняется омега-2. То есть, в этом случае эпсилон равняется нулю. И мы видим, что у нас получается коэффициент отражения в таком виде. Оказывается, что это как раз будет соответствовать предельному случаю, который был получен вот здесь, вот в этой работе. То есть, где равняется вот этому выражению. То есть, предельный случай соответствует. Ну, конечно, тут нужно время положить взаимодействие, как я уже говорил, z делить на v. Вот этот вот параметр омега, он будет равен 2 vc. Тогда, действительно, этот предельный случай, он получается. Второе, что здесь важно. Важно вообще сказать о вот этой частоте омега. Это некоторая частота, характеризующая свойства взаимодействия двух моц с данной средой. То есть, как можно увидеть, что от этой частоты достаточно много чего зависит. То есть, зависит от того, какой будет параметр эпсилон, большой или маленький. Если он маленький, то, соответственно, мы получим то, что было раньше, параметр эпсилон. Если он большой, параметр эпсилон, можно увидеть, что у нас, ну, эпсилон мы стремим к бесконечности, r будет стремиться к нулю. Вот. То есть, от этого параметра много чего зависит. Более того, я бы хотел подчеркнуть, что в этой формуле, которая была получена ранее, можно увидеть, что здесь нет достаточно корректных предельных переходов различных. Допустим, мы будем разъединять волновод, то есть мы его разъединяем, что мы увидим? Разъединение волновода соответствует уменьшению параметра С, то есть уменьшению Омега. Р стремится к нулю, здесь все хорошо. Что будет, если, ну вот в данном случае, что будет здесь, по этой формуле, если будем смотреть. Омега мы уменьшаем, устремляем к нулю, Эпсилон стремится к бесконечности, и Р также будет стремиться к нулю, но уже будет стремление не такое, как вот здесь, то есть оно более быстрое, на самом деле. То есть зависимость немножко другая. Что еще здесь интересно можно отметить? Допустим, большие Омега, то есть когда у нас Омега выстремляется к бесконечности, то есть Омега выстремляется к бесконечности, и Псилон к нулю, и мы получаем как раз вот этот вот случай. То есть это некоторые предельные случаи. Хорошо бы проанализировать и понять, в чем физический смысл этого параметра Омега, и, наверное, определить его количественные значения. То есть вообще для того, чтобы можно понять, каким образом Псилон можно считать маленьким, а каким большим, для этого нужно определить этот параметр. Так вот, мы рассматривали, поскольку достаточно близкие частоты, их можно считать равной Омега 0. Соответственно, вот здесь вот в Омеге можно положить вот это 2 Омега 0 и оценить максимальное значение вот этого параметра. У1 и У2 – это поляризация первой модулы, У2 – это второй модул. Соответственно, мы оценим максимальное значение вот этого параметра. То есть оно будет выглядеть таким образом, и оно, кстати говоря, связано с плазменной частотой. То есть Омега максимальная равняется Омега плазменной в квадрате делить на Омега 0. Это достаточно интересно. И оценим вот этот параметр Омега максимальная для оптических частот. Для оптических частот Омега 0 – это приблизительно 10-15 радиант в секунду. В этом случае Омега максимальная будет меняться от 10-14 до 10-16 радиант в секунду. Для твердых тел. То есть концентрация для твердых тел, она приблизительно везде одна и та же. А вот эта вот величина N делить на V – это как раз будет концентрация электронов в данной волноводе. Вот. Поскольку мы оценили максимальное значение, максимальное значение – это когда мы два волновода практически полностью соединим друг с другом. То есть взаимодействие будет максимально сильное. В реальности, конечно же, взаимодействие, оно много меньше вот этого максимального значения. И если это учесть, то получится, что в реальности, вот допустим, для оптических волноводов, которые состоят из твердых тел, ну они все из твердых, да, состоят, эпсилон будет порядка единицы. То есть, оказывается, при этой оценке частотную зависимость, по сути дела, нельзя, необходимо учитывать. То есть это очень такой, как мне кажется, интересный вывод, что ранее не было, в общем-то, не делалось во многих работах. Соответственно, попробую эту частотную зависимость изучить в некоторых хорошо известных эффектах. Это эффект Хонхоу-Манделя, ну и для квантовой запутанности, и для статистики фотонов. Попробуем изучить, как раз на светоделителях в виде связанных волноводов. Вкратце об этом эффекте. То есть у нас есть первый один фотон и второй фотон. В этом эффекте следует заменить два фотона. Они могут отличаться по частотам. Соответственно, они падают на светоделитель. В светоделитель у нас может быть четыре варианта в данной ситуации. То есть они могут все пройти, допустим, этот и этот, этот отразится, а этот пройти, то есть сюда упадет, этот пройдет, этот отразится. То есть и, соответственно, оба отражаться могут. Соответственно, у нас четыре всего возможных варианта. Классически. Классически это, если все объяснять. Но если мы эту задачу будем изучать уже не классически, а квантово, для этого как раз вот рассмотрим светоделитель. То есть у нас есть вот эти вот операторы B1, B2 на выходе, что мы имеем. Хорошо известно, ну, волновая функция на выходе вот здесь будет описываться в таком виде. Соответственно, если все это подставить, на выходе мы получим вот такое вот выражение. Если мы считать будем Rt одинаковые, в случае единственное, это когда по одной второй они равны, мы получим, что на выходе мы сможем детектировать фотоны только парами. То есть либо на этот пара, либо на этот пара. То есть это и заключается, афе Хонтон-Мандали, он чисто квантовый, потому что в классической физике возможны четыре варианта, если светоделитель настроен по 50 на 50. Но для того, чтобы его экспериментально исследовать, исследовать величину, это вероятность детектирования первого и второго фотона. Вот здесь вот, если она равна нулю, значит фотоны приходят парами. То есть вот это вот величину обычно исследуют экспериментально. Вот. Ну, соответственно, видно, если R-F, это вероятность. То есть если мы по одной второй возьмем, R равняется нулю. То есть в этом и заключается суть эффекта Хонтон-Мандали. Если это все рассмотреть более строго теоретически, необходимо рассмотреть три важных пункта. Первый. Фотоны не являются монохроматическими по своей природе изначально. Для этого новую функцию нужно рассматривать в виде 10. Второе. Нам нужно изучить не просто, когда светоделитель сбалансированный и когда вот эта вот тау равна нулю, то есть когда они одновременно приходят, когда они могут приходить на детекторы в разное время. Для этого вот эти вот хорошо известные матрицы B1, B2 необходимо заменить с учетом вот этой задержки. Здесь она как раз у меня показана. Это второй момент. И второй, и следующий момент. Изучают, по сути дела, корреляционную функцию в виде 12, которая рассчитывается таким образом. T обычно, если мы изучаем эффект Хонтон-Мандали, считается равной бесконечности. Что это значит? Это значит, что детекторы, они достаточно медленно реагируют на пришедшие, ну, скажем так, моды, фотоны. Хотя, конечно, сейчас уже исследование с гиодетектор достаточно быстро срабатывает, но здесь нужно тогда будет эту величину пересчитать в другом виде. Но классический эффект Хонтон-Мандаля, когда рассматривается, вот эти вот все в бесконечной стриме. То есть детекторы, они достаточно медленные. Так вот, в классической работе Хонтон-Мандаля была получена некоторая теоретическая формула, вот как раз используя вот этот вот расчет, там, где коэффициенты R и T были постоянно, и, соответственно, экспериментально. Вот, здесь теоретическая вот формула FOM13 и эксперимент. Здесь, конечно, не удалось настроить полностью 50 на 50 светоделитель, но он достаточно был близок к этому, то есть RT равен 0.95. Ну, и можно увидеть, что вот такая вот зависимость в эффекте Хонтон-Мандаля есть, в зависимости от позиции светоделителя. То есть, когда мы, он сбалансированный, P1,2, вот эта вот вероятность, она будет стремиться к нулю. Вот. Что здесь можно изучить? Кажется, эффект хорошо изучен. Его, ну, необходимо изучить не на светоделителе кубическом, а именно светоделителе в виде связанных вонаводов. Потому что это тоже светоделитель. По идее, этот эффект также можно изучать именно на таком светоделителе. Ну, я здесь представлю вот такое, по сути дела, то же самое, что и ранее. Только здесь вместо классического светоделителя, ну, кубического, используется светоделитель в виде связанных вонаводов. Здесь даже при простой оценке можно увидеть, что на таких светоделителях, где есть частотная зависимость от коэффициента отражения, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вот, допустим, если мы рассмотрим задержку равной нулю, то есть нет у нас светоделитель сбалансированный, то вероятность детектированной просто при простом таком рассмотрении возьмем вот эту радность, мы только будем считать теперь... что не от частот зависит, и усредним по вот этой вот спектральной амплитуде, которая учитывает неманхроматичность фотонов. И можно увидеть, что если мы выберем R среднее, равное 1 и 2, то P1,2, оказывается, не будет равной нулю. То есть появляются некоторые флуктуации. То есть, по сути дела, T2, вот есть среднее в квадрате, минус T среднее в квадрате. То есть если T среднее 1 и 2, то совсем не значит, что P1,2 будет равен нулю. Даже в случае, если падающие фотоны полностью идентичны, светоделитель сбалансированный и выбран 50 на 50. То есть совсем не значит, что будет наблюдаться вот этот эффект. Чем это важно? Почему это важно? Это важно потому, что, допустим, как хорошо известно, светоделители могут быть использоваться для проверки идентичности фотонов. То есть если мы будем использовать такой вот светоделитель, и мы, в принципе, фотоны будут идентичны, но на выходе мы можем увидеть, что P1,2 не равен нулю, и мы можем сказать, что эти фотоны на самом деле не идентичны, используя ранее известную теорию. Хотя на самом деле они могут быть идентичны. То есть это достаточно, как мне кажется, важное уточнение. Вот. То есть это простой анализ показывать. И теперь я... Вот формула 14, она показывает, по сути дела, уже полное рассмотрение этого эффекта. То есть оно было как раз в работах 7,8 сделано. Здесь как раз получено, что вот эта вот величина P1,2, вероятность детектирования, коллекционная функция, по сути дела, она выражается формулой 14. Вот. То есть она является такой расчетной, и с помощью нее можно рассчитывать различные эффекты, ну, соответственно, зная изначально вот эту вот функцию, спектральную функцию F. Что еще интересно? Как хорошо известно, в эффекте Хонту-Манделя вот эта вот коллекционная функция, ну, если ее нормируют правильно, она выходит на 1,2, когда время, вот этот вот светоделитель, мы слишком далеко сильно разбалансируем, то есть выходит на 1,2. То есть когда время, вот это вот ТАУ, оно во много раз больше времени когерентности. А в данном случае, оказывается, что она не будет выходить на 1,2, то есть это тоже достаточно интересный эффект. Вот. Ну, и, конечно, для того, чтобы показать более конкретно о таких формулах, нужно, ну, я проведу некоторые конкретные такие расчеты, выберу волновую функцию, спектральную вот эту амплитуду в виде 16. Она чем удобна, вот эта волновая функция? В том, что с помощью нее можно и представить, как и спонтанно-параметрические рассеяния, так и случаи фокковских фотонов. Ну, то есть, допустим, когда омега-бга-п у нас представлено в таком виде, то есть омега-0,1 плюс омега-0,2, и когда вот сигма-1 равняется сигма-2, то мы получаем спонтанно-параметрические рассеяния первого типа. Ну, или второй случай, когда мы сигма-п можем устремить бесконечности, мы получим просто в виде произведения двух вот таких вот функций. То есть это случай фокковских фотонов, фокковских состояний. Так вот, подставляя вот эту формулу, проведя расчеты, можно получить вот такое вот выражение, выражение 17. Я здесь сейчас много достаточно формул показываю, потом пойдут рисунки, там уже, наверное, проще будет. Формулу 17, которая показывает как раз вот этот вот расчет. Чем интересна эта формула? Ну, если мы здесь как раз вот эти вот t и r будем считать постоянными, ну, это как можно сделать? Эпсилон мы просто выберем равный нулю. То вот эта вот формула, она перейдет в хорошо известное выражение, которое использовалось ранее во многих работах. Вот, ну, допустим, вот здесь вот, в такой работе. То есть из этого можно получить хорошо известное выражение для функции p1,2. Вот, b здесь меняется в промежутках от нуля до одного. Дельта омега – это разность вот этих вот частот омега 0 и 0, минус омега 0 и 2. Дельта тау – это как раз время, связанное с разбалансированием светоделителя. То есть если оно равному нулю, то светоделитель является сбалансированным. Вот. Ну, и я перейду, наверное, к результатам уже, непосредственно к расчетам. В качестве примера я приведу расчеты для идентичных фотонов. В этом случае у нас вот эти вот сигмы будут одинаковы, ну и частоты будут одинаковы. Я сначала приведу расчеты для коэффициента отражения среднего, чтобы показать, каким образом он зависит от частот. Потому что обычно светоделитель считается, что он не зависит от частот. Поэтому это интересно увидеть. Вот. Ну, вот здесь начну, наверное, со вставки рисунка. Там есть основные параметры – это омега TBS. Вот этот вот, омега TBS – это время взаимодействия фотонов в области объединения. По сути дела, вот этот параметр, он будет характеризовать длину вот этой области соединения. Омега TBS. Вот. Можно увидеть, что если мы удлиняем область, то здесь будет выходить вот это вот колебание, некоторую прямую в итоге. Вот. И вот это вот, когда мы омега TBS устремим к бесконечности, R-средний, оно будет иметь вот такой вот ответ. Мы здесь вот представим. На A. Что еще здесь можно увидеть? Ну, можно увидеть, что R-средний, оно имеет такой периодический характер. Причем, допустим, если нам нужно настроить на одно, второе, то это не всегда удастся. Нужно увидеть. Вот эти кривые, которые разного цвета, они у нас, допустим, единичка. Вот зеленый цвет. Это есть некоторый параметр, как раз будет, который характеризовать, когда эпсилом не равно нулю, то вот это вот зеленая единичка. Вот синий – это двойка, коричневая пятерка и красный десяток. В случае, как раз, когда вот этот параметр равен нулю, то мы получим R, который был раньше известен для светоделителей. Что еще здесь интересно показать? Показать, интересно показать видимость. Видимость – это хорошо известная величина. Если она равна единичке, то у нас как раз, вот здесь вот я на рисунке покажу, то у нас вот здесь вот как раз мы находимся здесь. То есть P1,2 равняется нулю. Вот. Можно увидеть, что в случае даже полностью идентичных фотонов, вот эта вот видимость, она не всегда равна единичке. В зависимости от этого параметра. Видность, а не видимость. Видность? Ну, да, можно и так. Да. То есть она не всегда равняется единичке. В предыдущих теориях, вот если мы рассмотрим идентичные фотоны, она всегда равняется единичке. Можно увидеть, что отличия очень существенны. То есть в зависимости от этого параметра. Почему это так? Что это вообще из себя представляет параметр? Сейчас я попробую объяснить на вот этой формуле. Чтобы было понятно. Вот этот параметр, это по сути и есть эпсилон. Он тот, который был представлен. То есть если ширина у нас, вот у нас есть немахроматические фотоны, то есть вот падает фотон, допустим, у этого есть какой-то частотный разброс, у этого фотона, то есть у первого, второго есть какие-то частотные разбросы. Даже если мы выберем полностью одинаковые фотоны, у нас здесь вот этот как раз частотный разброс будет присутствовать вверху. Так вот, как раз вот эта частотная, вот эта величина, она как раз и характеризует вот это вот омега-ж, вот этот частотный разброс. Вот здесь я как раз сверху написал это. То есть сигма это как раз вот этот частотный разброс. Вот здесь вот он. Так, далее перейду, еще один рисунок представлю. Здесь уже как раз функция совпадения, вот это P1-2. Представлено. Ну, на рисунке А здесь для полностью идентичных фотонов. То, что я ранее показывал, вот эта синяя кривая, это случай хорошо известный, то есть это когда R постоянная. И вот здесь вот как раз, когда рассмотрены случаи, когда вот эти вот R непостоянные. То есть вот здесь вот коричневое это 0,25, зеленое это 0,5, красное это единички. Параметр вот этого частотного разброса, который я показывал. Вот это важная характеристика здесь. Ну и здесь представлены тоже такие графики, где уже фотоны не полностью идентичны. Ну, везде синяя, это есть кривая, которая описывалась в предыдущей теории, то есть ранее, которая была. То есть видно, что отличия могут быть очень сильные. То есть, да, независимо от того, какие мы параметры будем рассматривать. То есть отличия очень могут быть существенные. Самое главное это вот здесь, то есть как рисунок А. То есть когда фотоны у нас полностью идентичны, а предыдущая теория говорит, что да, мы проведя эксперимент можем сказать, что они действительно идентичны, когда P1,2 равняется 0. Но используя светоделитель в виде связанных волноводов, мы этого не увидим. Ну и здесь то же самое, по сути, представлено, только в виде уже 3D рисунков. То есть вот этот верхний под А, это как раз рисунок соответствует стандартной теории, где R коэффициент постоянный, то есть равный 1,2. И все остальное это уже учитывается частотная зависимость. Видно, что конфигурация, она меняется существенно. Перейду я еще к интересному достаточно тому, что можно изучать, используя частотную зависимость вот этих вот коэффициентов R. Это не только эффект Хонтон-Мандолин, но и просто фотонную статистику интересно посмотреть. Фотонная статистика на светоделителях хорошо достаточно была изучена ранее, но только с постоянными коэффициентами. Вот, допустим, здесь вот у нас светоделитель, есть входящие, у нас моды и выходящие. Здесь не обязательно у нас два фотона может быть, здесь их любое количество. Допустим, в первой моде их S1, во второй моде их S2. Вот, ну, хочу подчеркнуть, что ранее это было сделано только для постоянных коэффициентов. Ну, вот здесь вот представлена теория, где, ну, допустим, 12, где это было сделано. Изучим это с учетом того, что коэффициенты частотно-зависимые. В работе 13.14 было показано, что вот это PsiOlt на выходе можно представить в таком виде. Вот, ну, это опять тут математика представлена, по сути дела. Самое главное можно увидеть в том, что вот здесь вот есть функция F, а здесь есть коэффициенты R. Соответственно, мы когда интегрируем, у нас вот попадают вот эти вот частотные зависимости. И, понятное дело, что будет некоторая теперь зависимость и от частот. Для того, чтобы нам, я, для того, чтобы показать это графически, ну, мы будем изучать вероятность, да, прихода на первый детектор, это вот это вот лямбда-каты, каффатонов. И, соответственно, на второй детектор, это уже P. Количество фотонов всегда сохраняется. То есть S1 плюс S2 равняется K плюс P. То есть это не просто какое-то условие взятое сверху, это условие, которое отсюда даже математически получается строго. Изучим опять случай, когда у нас фотоны полностью идентичны. И случай, когда выберем R среднее равное 1 и 2. Вот здесь вот как раз вот эта вот вероятность прихода на первый детектор, как представлено, да, под случай. А это хорошо известная теория. То есть наши результаты, они как раз переходят в хорошо известные ранее результаты. То есть это вот такая статистика. Она была в работе 12 как раз представлена. Начинаем менять вот этот параметр, который я говорил, параметр эпсилом, по сути дела, вот этот вот частотного разброса. Можно увидеть, что даже если изменив его не сильно, да, вот это отношение, уже статистика достаточно сильно меняется. То есть если мы сигму комико выберем 0,5, здесь вообще полностью статистика меняется, она ничего уже похожего нету от статистики А. Вот. И здесь, когда возьмем равные единички, здесь тоже сильно все поменялось. Число входящих мод в данном случае было выбрано на первый порт светоделителя 20, и на второй порт светоделителя тоже 20. Хорошо бы посмотреть еще статистику фотонов в эффекте Хонт-Холмандаля. То есть это когда по одному фотону на каждый порт приходит. То есть вот это классический эффект Хонт-Холмандаля представлен на рисунке А. То есть в данном случае либо все на первом встречаются, вот здесь вот когда К равняется 0, это значит все приходят на второй порт. Либо когда все приходят на первый порт. Это вот этот случай. Что будет, если мы учтем как раз вот этот вот разброс частотный? Почему выбрано вот такое его значение? Именно 0,4,4. В этом случае, ну вот в тех работах было показано, я еще про это скажу, наблюдается максимальная квантовая запутанность в эффекте Хонт-Холмандаля. То есть поэтому интересно посмотреть, как будет выглядеть статистика фотонов. Оказывается, максимальная квантовая запутанность, она как раз наблюдается при этом параметре, и что мы наблюдаем не только, что фотоны уходят парами, как может показаться на первый раз, что именно этот случай реализует максимальную квантовую запутанность, а они будут приходить вот в такой вот виде. Так, ну и здесь выбрана сигма-омега под С единичка, и сигма-омега тройка. Видно, что статистика очень сильно меняется в зависимости от вот этого параметра. Здесь тоже самое представлено, что и выше, то есть это эффект фонт-холмандаля. Вот здесь на составской я начну, наверное, то есть здесь показывает как раз вот вероятность детектирования на обоих портах, то есть на обоих детекторах, в зависимости вот от двух основных параметров нашей системы. То есть такое, и здесь на, либо на первом порту все регистрируются, либо на втором, то есть вот такая вот зависимость. Ну, здесь, наверное, надо, чтобы понять, достаточно хорошо можно проанализировать. Ну, наверное, я перейду дальше, потому что здесь в целом этот эффект достаточно хорошо был. Ну, и вот я ранее рассказал достаточно полное. Теперь я расскажу о квантовой запутанности. То есть со статистикой все понятно. Соответственно, квантовая запутанность для фотонов на светоделителе, она тоже была ранее достаточно хорошо изучена, но, опять же, только с постоянными коэффициентами РТ, с частотно-зависимыми. Простите, а можете пояснить, вы имеете в виду, вы говорите о запутанности между чем и чем, между какими системами и по каким параметрам? Да, квантовая запутанность у нас, сейчас я вот представлю, то есть у нас есть первая мода, вторая мода, и мы на выходе регистрируем квантово запутанные вот эти вот моды. Ну, по сути, сюда у нас приходят фотоны, сюда фотоны. Перепутывание мод по числу фотонов, правильно? Да. Все, спасибо. Так, ранее он был достаточно хорошо изучен в работах, и только для постоянных коэффициентов. Поэтому, соответственно, необходимо изучить для вот этих вот коэффициентов частотно-зависимых. Это было сделано вот в работе 16. Как итог, эта квантовая запутанность была изучена на основе Этропии фон Неймана, Гелям-Деката, и вот как раз была представлена выше, это вот эта. Представлю дальше как раз, по сути дела, результаты вот этих расчетов. Но единственное для того, чтобы нам изучить квантовую запутанность, нам нужно начальную спектральную амплитуду выбрать в виде произведений. Первый и второй. Почему? Ну, для того, чтобы мы знали, что на входе у нас не запутанные фотоны. Потому что та спектральная амплитуда, как хорошо известно, спонтанно-прометрическое рассеяние, оно дает тоже квантово-запутанные фотоны. Поэтому для того, чтобы они у нас были не квантово-запутанные, мы используем вот такую спектральную амплитуду. И в результате расчетов, представлены вот здесь, SN – это как раз энтропия фон Неймана. На всех рисунках черные вот эти вот. Это результаты, соответствующие, когда коэффициент R постоянный, то есть он не частотно зависимый. И, кстати говоря, вот этот результат, он как раз совпадает полностью с результатом, который, допустим, вот в этой работе представлен. И теперь вот если посмотреть, каким образом зависит квантовая запутанность, то можно увидеть, что она очень сильно отличается от случая, как раз когда коэффициенты R и T постоянные. Вот здесь представлены у нас четыре случая ABCD. Первый случай – это когда у нас на входящих портах по одному фотону, то есть, по сути, это эффект Хонтон-Манделя представлен. Случай B – это когда на одном порту два фотона, на другом порту три фотона приходит. Случай C – на одном порту четыре фотона, на другом два, и случай D – на обоих портах по три фотона приходит. Соответственно, если судить по цветам вот эти вот, коричневый соответствует Сигмана Омега, равный десяти, это вот параметр Эпсилум, по сути дела. Я его все время повторяю, потому что он здесь в данном случае очень важен. Синий Сигма Омега соответствует пяти, красный Сигма Омега – трём, зелёный – это у нас Сигма Омега одного, и Сигма Омега одной третьей – это вот этот оранжевый. Что здесь ещё интересно можно увидеть? Можно заметить, что… Я, наверное, вот здесь это покажу. На примере Хонхо-Манделе эффекта, что здесь вот в данном случае наблюдается максимальная квантовая запутанность при Сигме Омега не равной нулю, а при Сигме Омега порядка единички. Вот здесь вот мы возьмём срез, и вот эта яркая как раз вот часть, она соответствует максимальной квантовой запутанности. Можно увидеть, что светоделитель в виде связанных молоноводов может быть и хорошим источником большой квантовой запутанности фотонов. То есть это такой достаточно интересный результат по сравнению с тем, что, скажем так, было ранее. Если коэффициенты считать постоянно. Потому что вот здесь вот, если их считаем постоянно, оно всё время вот так прыгает, эта квантовая запутанность. То есть она вот такая… А здесь она практически выходит напрямую, и при Сигме Омега порядка единички, она вот здесь вот так вот колеблется не сильно. И это является, кстати говоря, максимальной квантовой запутанностью. Как раз вот здесь вот он колеблется, вблизи области максимальной квантовой запутанности. Потому что, как хорошо известно, максимальная квантовая запутанность, допустим, для энтропии формена, это натуральный логариф 1 плюс n, где n это как раз равняется s1 плюс s2. Если посмотреть, то вот эти вот как раз вверху как раз соответствуют максимальной квантовой запутанности. То есть это достаточно, на мой взгляд, неожиданный результат и интересный. То, что такой светоделитель может быть хорошим источником, ресурсом большой квантовой запутанности. Здесь еще один рисунок B. Он соответствует тому же самому, что представлено здесь, но при том, как при Омега-Т, когда слишком большой. То есть когда у нас светоделитель слишком большой, то есть в виде связанных волноводов, то есть область соединения у нас большая. Наверное, я перейду теперь, какие могут быть перспективы, используемые того, что я рассказал, и вот именно частотной зависимости коэффициентов R светоделителя. То есть что можно еще изучать и где, как мне кажется, можно получить достаточно интересные результаты. Это изучение нелинейных светоделителей. Как хорошо известно, нелинейные светоделители, даже в случае постоянных коэффициентов, это тоже интересная достаточно область исследований, где можно, допустим, наблюдать эффект контуру Мандали даже для фотонов неидентичных. То есть в данном случае тоже можно проводить подобные исследования. Можно проводить исследования для волноводных решеток. Как хорошо известно, практически все сейчас, которые в литературе есть расчеты, они как раз основаны на том, что коэффициенты связи в этих решетках, они постоянные. Вот. То есть если учесть частотную зависимость, как мне кажется, здесь результаты могут меняться очень сильно. И что получится, тяжело сейчас предугадать, но это нужно все-таки проводить расчеты. Где это еще можно учитывать? Я рассмотрел двухпортовый светоделитель. Конечно, это можно все распространить и на многопрапортовый светоделитель. Вот это частотная зависимость. Ну и самое важное, вот это все можно исследовать на квантовую запутанность и фотонную статистику вот этих систем. То есть как просто линейных светоделителей, так и нелинейных волноводных решетных, так и мегапортовых светоделителей. Ну и в заключении я, наверное, не буду перечислять все, а лишь только скажу самое главное, то, что светоделители в виде связанных волноводов, в светоделитель в виде связанных волноводов необходимо учитывать частотную зависимость коэффициента отражения R. То есть это, наверное, одно из таких самых главных выводов. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Вопросы, замечания, пожелания. Да, Сергей Петрович. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а нельзя ли понять этот вот ваш вывод о важности частотной зависимости, просто связанный с тем, что когда у вас связаны волноводы, то у вас бежит волна, вот в классике, у меня есть два волновода рядышком, и если я опускаю волну по одному волноводу, то она у меня начинает переходить во второй, потом обратно возвращаться, туда-обратно, да? И я, в конце концов, где-то их развожу, получается у меня частичное разделение пучков. Теперь, если это у меня длинный кусочек волновода, ну, конечно, все будет зависеть от частоты, то есть от длины. Я возьму фотон чуть-чуть другой частоты, и на этой длине у него будет уже коэффициент не одна вторая там, а 0,1, или наоборот 0,9. Это вот такие квазиклассические рассуждения. Можно это так понять? Нет? Понять можно, да. Совершенно правильно сказали, что для больших светоделителей это не очень актуально, а именно для небольших. Действительно, даже и расчет показывает, что именно для небольших светоделителей это все актуально. Я сейчас покажу еще один рисунок, где это будет очень хорошо, как мне кажется, видно. Ну, потому что у меня расстояние-то этого светоделителя, ну, сантиметры, ну, миллиметры. А длина волны, микрон, ну, конечно, все будет набегать, разница большая. Да, все правильно, да. То есть анализ, он такой имеет место быть, это безусловно. Даже вот если оценить параметр ОМИГа, который я делал в оценку, то есть сравнить с длиной волны вот этой области связи, то это как раз микрометры получается. То есть это микрометры от нанометров до микрометров. То есть как раз вот эту теорию, по сути дела, необходимо использовать для квантово-оптических вот этих вот схем, где светоделители в виде связанных волноводов сейчас уменьшаются, то есть они мини-теоризуют, то есть уменьшают их все время. Поэтому вот именно вот здесь вот это как раз и будет играть большую роль. А ваш анализ, безусловно, он имеет место быть. А какие сейчас длинные вот этих каплеров? Миллиметры? Если я понимаю, меньше-то не сделаете? Вот таких вот волноводов, которые используются сейчас, да? Да. На самом деле разные используются, и большие, и до микрометров. Я сейчас покажу, у меня даже рисунок есть. Не надо, нет, достаточно. У меня другой вопрос. Вот теперь смотрите, я хочу понять еще тоже квазиклассический. Ну, допустим, у меня есть вот такой светоделитель волноводный, и я пускаю монохроматическую волноводную. Тогда все понятно. Все можно спокойно рассчитать. Теперь я в классике опять пускаю импульс. И импульс у меня начинает... А импульс это я раскладываю по частоте, и он тоже начинает туда-сюда ходить, но у него каждая частота спектральная имеет свой коэффициент отражения. В результате у меня получится ну такая вот каша, о которой вы говорите. То есть надо это тщательно рассчитывать. Я правильно понимаю вот суть этого? Все правильно, абсолютно правильно. Вот у меня лично мой анализ именно такой вот, который вы сейчас и сказали. То есть в понимании процесса, который происходит. То есть он ближе для понимания. То есть для каждой частоты свой коэффициент. То есть для каждой частоты все коэффициенты. Анализ он очень простой. А поскольку вот с теорией получилось так, я сейчас все-таки покажу, что этот коэффициент, вот если он может посмотреть по формуле 8, достаточно очень чувствителен. Вот к параметру, да, эпсилон, вот здесь можно увидеть. Здесь он резонансно зависит, да, омега-2 минус омега-1. То вот за счет вот этого как раз и необходимо учитывать частотную зависимость. Если бы не было вот этой резонансной зависимости, было бы плюс здесь. Здесь бы ничего бы не было, коэффициент БР можно практически всегда было считать постоянно. То есть за счет вот этого, то, что здесь минус стоит, вот только лишь за счет этого, коэффициент Р чувствителен к частоте. Ну, тогда я могу сразу классически предсказать, что если у меня есть два импульса, два фотона, которые, допустим, короткие по сравнению с зеленой взаимодействием в волноводном светоделителе, если я их раздвинул на расстоянии больше, чем их ширина, то они будут как будто бы как не взаимодействующие в классическом, как будто раздвинутые, правильно? Это должно получиться. Да. Безусловно. То есть вот здесь вот, если анализировать вот эту формулу, вот на эти все предельные случаи, она замечательно все описывает. То есть вот какие тонкости только можно придумать, она прекрасно все опишет, в отличие от вот этой формулы, которая раньше была, да, то есть вот использовалась. И последний вопрос. На самом деле, наверное, здесь вот в этой формуле, где силу с квадратом омега на ТБС, должен сказать, наверное, интеграл, ведь это он должен, у вас параметр омега будет зависеть от расстояния между волноводами, а расстояние между волноводами там немножко меняется, чуть-чуть вначале большой, потом меньше, потом опять больше. Надо там интегрировать, наверное. Это, наверное, какой этот результат, переведенный из интеграла. Я правильно понимаю? Да, 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 безусловно. Если это область взаимодействия, здесь чисто два проводка, которые близко друг к другу, то есть без каких-то пространственных неоднородностей. Безусловно, если они есть, то там, да, интеграл. Но если вам нужно соотноситься с экспериментом, у вас же там будут, они когда-нибудь разорудутся, два проводка, правильно? И от характера их расхода, там углом они будут расходиться, или пламя. Да, да, безусловно, безусловно. Сильно будет зависеть. Спасибо. Безусловно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ранджит. Спасибо, Константин. Спасибо, Дмитрий, за интересный доклад. Два вопроса, короткие. Поясните, пожалуйста, почему вы называете кубический светоделитель? Вот этот. Ну, в принципе, было несколько раз кубический светоделитель. Обычно, в моем понимании, кубический – это все-таки на основе кубического эффекта. Форма куба? А, это просто, понятно. Просто форма куба. Спасибо. Второй вопрос. Кубический и кубичный. Спасибо, Сергей Петрович. Второй вопрос. Изучали ли вы эти же эффекты, которые вы сейчас говорите, что от частоты очень много зависит, на основе поляризационных светоделителей? Поляризационных. В волноводе я изучал волновод. То есть, как светоделитель на основе волновода, наверное, есть какие-то, где поляризационные эффекты необходимо учитывать. Ну, в данном случае я вот эти поляризационные эффекты не учитывал. Хотя, можно увидеть, так, сейчас я покажу формулу. Вот эта вот итоговая формула, в ней есть поляризации, да, первой и второй моды, у один, у два. Вот. Если какую-то неоднородность, то есть, ввести в эти светоделители, да, то есть, от поляризации что-то будет зависеть, то, конечно, там что-то, наверное, видоизменится, но это отдельная область, отдельное направление, которое нужно исследовать. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну, у меня тогда вопрос. Вот, если смотрите, как раз, вот на эту формулу, я что-то, может быть, то ли не понял, то ли прослушал. Вот омега-2 и омега-1 – это частоты в разных модах? Да, в модах омега-2. Второй модой. Есть ревоснативный светоделитель, да, в котором у вас происходит перекачка еще и между частотами, да? Так, перекачка между частотами. Вот сюда, допустим, первая мода, сюда вторая мода входит, да? Да, у них разные частоты. Один – это омега-2. Ну, то есть, у них разные частоты. То есть, в вашем случае вы можете что-то запустить только в первую моду с одной частотой, и она выйдет из второй моды с другой частотой. А, вы имеете в виду вот сюда, да? То есть, мы запустили одну, сюда выходит другая частота. Ну, вот я просто, если понять смысл этих двух частот, да, то есть, правильно ли я понимаю, что в вашем каком-то свидетелителе может пересходить перекачка между частотами? Тут правильно говорить, перекачка не между частотами происходит, а перекачка энергии происходит. Вот так вот правильно говорю. Ну, перекачка энергии между пространственными модами, я понимаю. А когда она там еще и между частотными, я не очень это понимаю, как это может быть, средствами линейной оптики. Можно еще понять. Я сейчас, да, я понял вопрос. Как это можно понять? Можно увидеть, что первая и вторая частота, да, но вот эти вот частоты, вот эта разность этой частот во много раз меньше, чем сами эти частоты. То есть, во всей этой теории, которую я рассказывал, это одно из условий. То есть, иначе просто нельзя было бы получить вот эту аналитику. Наверное, это можно как-то разобрать. Если я правильно понимаю, то эта формула относится вот к чему. Если вы берете на вход, подаете бесконечный синусоиду на частоте омега-1, на первую моду, на второй бесконечный синусоид на омега-2. И вот как они будут взаимодействовать? У вас будет в обоих ходах и омега-1, и омега-2. Так? Да. Вот в классике. А потом вы говорите, а вот реально, если я буду пускать там конечной длины фотоны или импульсы классические, у меня будет спектр. Надо по спектру их суммировать. Вот это вот будет вот это. Я правильно понимаю, Дмитрий? Ну, суммирование, да, по спектру все правильно. Все так. Ну, хорошо. Я, наверное, еще дополню. Забыл сказать, поскольку здесь формула это перед глазами, вот вроде бы как она получена, да, такая формула, очень близкая к этой формуле есть в динамической теории растения рентгеновских лучей, как ни странно. То есть там такой же синус, вот такие же параметры, вот эти вот эпсилон, там есть, скажем, какая-то частота своя есть, только эпсилон там другое. Ну, и омега другое. То есть там свои физические параметры рассматриваются, да, и это хорошо известный эффект, вот когда между двумя там тоже модами, ну, и у нас называется маятниковый эффект, да, то есть когда между одной модой и другой идет перекачка энергии, то есть они туда-сюда, энергия двигается, вот. То есть в данном случае получилась формула, полностью совпадающая в динамической теории рассеяния, но только здесь параметры абсолютно другие. То есть они для вот этой вот задачи только. То есть интересное такое совпадение. Ну, потому что эффект одинаковый, здесь энергия перекачивается из одной моды в другой, и там такое же есть. То есть поэтому формула, наверное, поэтому одинаковые получились. Понятно. Так, хорошо. Коллеги, еще вопросы? Ну, тогда, если вопросов нет, то спасибо большое за доклад, и следующий семинар будет через неделю, а объявление я разошлю сегодня-завтра. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.